Следующий вопрос, какого смысл дробной межности? Смысл дробной межности не в том, что она дробная. В принципе, приходится опять-таки ориентироваться на те... Для того, чтобы перевести понимание человека с одной точки, на другую нужно использовать тот фундамент, который у человека есть. Поэтому для того, чтобы вывести понятное то, что сейчас существует, уже ложный серплатический, трёхмерный процесс и так далее, и так далее, вот и приходится пользоваться теми самыми понятиями, которые существуют в современном мире, чтобы повести дальше. Ну, во-первых, скажем так, в природе никогда не существовало, не существует целых чисел. Это абстракция. Начал с того. Не существует целых. Это искусственная единица придуманного человека. Поэтому, да, это помогает определиться, сориентироваться, но не более того. Поэтому даже тут дробность, я говорю, что всё у нас неедательно. В целом это так далее, как это люди понимают. А почему такое дробное? Потому что, действительно, для того, чтобы качество прослата минус, изменение, потому что, в принципе, на очень небольшую величину по отношению к тому, что мы привыкли считать тропмерным миром. По отношению к этому. Потому что, если бы я ввёл вместо дробной величины единички, двойку, тройку и так далее, то люди вообще ничему свои понимают. Чему это относится? Почему? И до чего? А вот это то, чтобы осталось как-то завязываться, привязываться. То есть, для того, чтобы велики нового понимания, нужно создать маленький, знаете, пластдар. А маленький пластдар можно создать, когда старое понимание состыковывается с новым, с точки зрения. Вот поэтому приходится идти с того, что это смыкание есть и постепенно выводить понимание того, что на самом деле есть. Поэтому дробность говорится о том, что, в принципе, во-первых, природа не существует целых единиц, и всё оно искусственно, потому что не существует... Ну, простой пример. Два яблока. Одно яблоки плюс одно – два. Ну, это абстракция, потому что мы пренебрекаем, я даже не задумываюсь, что двух яблок одинаковых несущих в природе вообще. Ну, там, если там несколько грамм больше-меньше, там форма такая-такая-такая-то, челючок подыряем, мы это не подырём значение. Абстрагируется это, мы считаем, два яблок одно – это второе, одному человеку и другому дали, и все по яблоку получили. Вот один плюс один – два. Ну, это абстракция удобная, но он уже не забыл, что за ним стоит отличие, которое мы игнорируем. Ну, вот, самое плохое, да, мы это забываем. И начинаем с того, что вот эта абстракция есть реальность, вот эта катастрофа современной науки, между прочим, что они создают какие-то позиции, предположения, и забывают, что это предположение не является реальностью, а только гипотезой, вариантом осмысления реальности. И потом начинают, а, природа, ведь если не хороший человек, не вписывается в мою тюрьму, а угромить природу, а кредит природу, вот что в таком будет, это просто ложит легло моему пониманию. Это шутка. Так вот, и дробность говорит о том, что именно так, из того, что мы, привычные, вот мы трехмерные пространства, хотя, почему-то трехмерные пространства, потому что наш вод так вас понимает, но для того, чтобы понять, что как это лес отличается, вот, кто, в плюс-всюречи, в зале, нырял под морскую воду с открытыми глазами, поднимите руку, пожалуйста. Вы видите, довольно-таки много. И скажите, что вы видели? Все искажено, правильно? То есть расстояния совершенно другие, пропорции другие, все другое. А почему? Ведь это даже со самой трехмерной пространства, то же самое, с тем, вода, плод из другого, конечно, не такая, не воздуха, а вода уже более плодная среда. А почему? Потому что мы забываем, а вы просто и видите, что наши глаза, это рецептор адаптирования того, что мы могли видеть в воздушной среде. И вот в нашем восприятии трехмерной пространства мы связаны с возможностью наших глаз, как говорится, трансформирование информации, во-первых, видеть не глаза, а видеть нос. Но, опять-таки, более подобное зло, сейчас не буду трагивать. Так вот, в воде наши глаза нам не очень помогают, правильно? Потому что, если мы будем пользоваться ощущением и восприятия и зрительными в воде, то может попасть в большую проблему. Особенно, если учесть, что когда вода хорошая, прозрачная, я помню, еще после завершения института, вот сюда помнил, там песка нет, камни, вода чистая, мы был глубоко ракушку достать, ушел глубоко, он дальше, и, ну, воздух, кажется, сворочный, вверх, вода, поверхность реально, кажется, да? Идет застал ракушку, потом уже воздух все равно на бесконечности, и начинает уплотать, ну, сейчас, плывешь, 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 и уже после момента выскочила, когда уже воздух совершен был, вот что, наши глаза не годятся для воды совершен, но если мы пойдем в маску, где есть воздух между нами и, так сказать, водой, все опять с процентами места, запомнил? Что-что? Ну, а неважно, конечно, тоже искажения есть, но, во-первых, опять-таки, вы забываете, что любой космонат никогда не был без карфанда, он, конечно, может побыть, но что будет, ну, тоже понятно, и то же самое, как и в воде, космос открытым, человек смотрит через какое-то стекло, и там есть воздушная среда, то есть, опять-таки, мы смотрим же то, что преобразуется в воздушное среде, а вот если снять, я думаю, что можно еще-то увидел, но навряд ли бы сообщил бы, вот, так что, смысл в том, что, смысл в том, что просто приходится отталкиваться от существующих представлений, чтобы привести человека к новому представлению. А на самом деле, естественно, некий дробный чисел тоже нет, мы понимаем, это просто условность, число, любая, любая числа, это условность для нашего удобства, не более того. Прежде всего, они не подчиняются законам чисел, типа, это дальше тоже, потому что, это число, золотое течение, закон золотого течения, течение, и так далее, и так далее. Закон золотого течения не что же, как следствие законов, комирования вселенной, а не определяющихся вселенной. Понимаете? И очень часто человек видит какие-то пропорции, гармонии, баланс всем, которые имеют, можно каким-то образом замерить. Вот замеры, в ней, получил о золотой течении, это закон вселенной. Да ничего подобного. В другой вселенной, с другими качествами, вот эти законы нашей вселенной совершенно не работают. Там совершенно другое золотое течение. А в третье, еще другое, четвертое, еще, а это миллиардов вселенной. И в каждом своем условии, гармонии, качества, качества. Поэтому, когда берутся следствия, пытаются на следствие строить понимание, то, к сожалению, приводят в тупик. Вот, опять-таки, то же самое, на что мы наблюдаем, вот, аж, проблемы соединенной науки, это будет в том, что все строилось на следствии, то есть, проявлениях, природных явлений, видимых для человека, на которых человек правил, и пытался строить всю, теорию всей вселенной. И что получилось? Ну, то, что мы имеем. Частое проявление. Поэтому, здесь нужно понимать, что, что нужно понимать, что, допустим, как, допустим, человек не может быть, допустим, что такое квантование беда, сейчас развиваешь, понимаешь, что это более подробно? Квантование, это термин, почему мы применим, объясню почему. Вот, как это быть, может быть, два с половиной человека. Не, может быть, только два живых, а половина, правильно? То есть, посчитать можно два с половиной человека, иногда тоже считают, да, типа, что в среднем, в случае, два с половиной человека, и так далее, тогда в среднем, не двух с половиной, в этом договоре. Это только статистически, может быть, допустим, два с половиной, тысячи с половиной, и тому подобное. В реальности, что-то не может быть. Но, а что такое материя? Это, допустим, любая материя, первичная, то есть, если это наш тип материи, потому что, тот тип материи, которые не называют привычным, то, что образовало в нашей Вселенной, это как один из миллиардов вариантов. Вы представьте себе богатство Вселенной. То, что в нашей Вселенной и другие, допустим, то, что в книге я излагал, я не стал предлагать другое, потому что иначе это вообще бы хамп было. Так вот, материи, реальные материи, они материальные, они просто другого качества. Их миллиардов. Просто они складываются в мозаике по огромным законам. Тем самым законам, как нельзя сложить двух с половиной человек. То есть, каждая материя может слиться с другой материей целиком. Частично действительно невозможно. Так и есть. Как не может двух с половиной человек, может, два человека или три. Поэтому, когда я говорю о квантовании пространства, что это означает? Понятное? Это что? Насколько свойства и качества пространства должны измениться, чтобы появилось место для того, чтобы новой материи, другая материя, поместилась так. Потому что не может половин, черепить, трех-четыре-девять-десятых, а одна десятка только целиком. Вот когда целиком это проявляется, тогда возникает новое свойство, как слияние этих материй и образованного качества. Так вот, поэтому у нас получается, что для нашего пространства, вот для того, чтобы те материи сливались до образованного качества, необходимо идти в ступенчатую, потому что материя, как-то, тоже имеет другое свойство и качество, и она может только сливаться целиком. Поэтому получается, что действительно такие ступеньки, и поэтому условно-моркантование победы с ним. Вот и все. Понятие очень простое. Если дальше по-машине продолжать об этом, все это очень просто и понятно.